Детям нужны не просто какие-то школьные программы, доски и парты. Им нужно что-то создавать руками, открывать что-то новое в науке, в области технологии, физики и химии. Еще в начале учебного года об этом заявил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Но не все школы могут обеспечить доступ своих учеников к новейшему оборудованию. Например, сельские школы, в которых учится всего 100-150 учеников, не могут купить 3D-принтер или VR-очки. Специально для них был запущен мобильный кванториум. Он передвигается по югу Нижегородской области. Мобильный кванториум приезжает в конкретный населенный пункт, в конкретную школу. И каждый трек мобильного кванториума – это 2 часа. Соответственно, это минимальная программа 36 часов по виртуальной реальности, по робототехнике, по промышленному дизайну. И у ребят появляется возможность в рамках этого трека познакомиться с тем оборудованием и, возможно, перейти к следующему уровню. Костяк передвижной лаборатории составляют сотрудники технопарка «Кванториум Саров». Но есть и те, кто работает только в мобильной лаборатории. Наставников всего 5 по каждому из направлений. Группа уже посетила село Сакана Ордатовского района, а сейчас базируется в Нарышкино. Наставники у нас в основном – это либо выпускники, либо студенты магистратуры, представители нашего СРФТИ. То есть люди, которые непосредственно знают, что такое техническая направленность. Всех у них техническое образование, поэтому им все это знакомо, все это близко. Они с этим соприкасаются и этому обучают наших детей. По приезде на место оборудование переносит школу, и наставник начинает работать с определенной группой детей. Программа построена таким образом, чтобы материал был понятен и интересен первоклассникам и будущим выпускникам. Дети сначала просто не понимают, кто приехал, зачем приехал. Обычно не понимают. Им каждый раз приходится рассказывать, например, про кванториум, что есть стационарный кванториум, базируется он возле города Саров, поселка Кисатис. И мы рассказываем, что такое просто кванториум, что такое технопарк, а уже позже рассказываем про мобильный кванториум и зачем мы приезжаем к ним. И после того, то есть первое занятие, самое главное, самое важное, важно заинтересовать их внимание, чтобы они ходили не просто как им поставили занятия, а именно чтобы они сами этого хотели, чтобы они сами стремились получать эти знания. В течение учебного года передвижная лаборатория посетит выбранные населенные пункты по три раза. Во время своего отсутствия наставники не бросают воспитанников, выходя на связь дистанционно. Что касается Сарова, по условиям нацпроекта мобильный кванториум его посещать не может. Пока еще другие варианты, например, планируют проводить здесь мастер-классы. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.